Девушки отдыхают «Именно это он и имел в виду. Солнце сияло, а трава была зеленой, но Гэндальф посмотрел на него из-под зарохших бровей, которые выступали за пределы его шляпы. «Что ты имеешь в виду?» — сказал он. «Ты желаешь мне доброго утра? Или имеешь в виду, что утро доброе, независимо от того, хочу я этого или нет? Или что ты добрый сегодня утром? Или что это утро, в котором нужно быть добрым? «Все сразу», — сказал Бильбо. Это был фрагмент из книги «Хоббит» Джей Роналда Руэлла Толкина. «Добрый день». «Все сразу и всем вам». Возможно, солнце не сияет, а трава не очень зеленая сейчас, но все равно это добрый день. Это добрый день независимо от того, хотим мы этого или нет, ощущаем мы это или нет, потому что наш добрый Бог присматривает за нами и находится с нами. Нам легко быть беззаботными, когда дни кажутся добрыми, когда мы в доброй компании, когда все, как должно быть. Но мы знаем, что не каждый день соответствует представлениям Бильбо о добром утре. Мы переживаем много дней, которые нельзя назвать добрыми. Многие дни приходят с многими тревогами. Каждый день приносит больше тревог, чем предыдущий. Тревога — как протекшая труба, которую мы не можем игнорировать. Откуда приходит тревога? И как наш Небесный Отец предлагает нам освободиться от тревог? Возможно, мы подготовились к будущему и осознавали обстоятельства вокруг нас. Например, подготовка к тексту, к собеседованию или подготовка дома перед рождением ребенка. Создание пенсионного счета на будущее, а также избегание массовых собраний, чтобы не заразиться COVID-19. Это все хорошо. Но когда наша подготовка превращается в беспокойство, переживание, стресс и страх, то это признак того, что мы поддались тревоге. Я не являюсь экспертом в сфере тревоги, но я опытный воин. Я не буду прикидываться, словно знаю состояние, в котором каждый из вас находится сегодня. Но у нас есть общие переживания. Например, о состоянии наших финансов или нашего психического здоровья на изоляции. Или каким будет этот год, когда мы будем наблюдать за Ним по новостям. Я надеюсь, что, рассматривая сегодняшний фрагмент Писания, Дух Святой откроет себя нам, и мы найдем причины верить в то, что Бог с нами, и что Он за нас. Слушая Иисуса, давайте молиться и просить Его обращать к нашим обстоятельствам, чтобы мы понимали Его любовь и благодать к нам. «Молитесь со мной. Господь Иисус, спасибо, что Ты дал нам Своё Слово. Дал нам глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, а также сердце и ум, чтобы понимать, что Ты сказал и как это связано с нами. Я молюсь, чтобы Ты показал нам, где мы встревожены. Освободил нас от этих тревог. Дай нам понять, что мы можем доверять Тебе. И я молюсь о том, чтобы мы нашли еще больше причин, чтобы поблагодарить Тебя и поклоняться Тебе. Я молюсь об этом во имя Твое. Аминь». Наш сегодняшний фрагмент начинается с оборванной мысли «Спасибо, Ханна, что прочитала его нам». Иисус показывает ученикам прекрасный путь следования за Богом. На прошлой неделе мы говорили о том, как собирать сокровища на небе, фокусироваться не только на настоящем. С 19 по 24 стих Иисус показывает, что мирские сокровища подведут нас и увянут. Вместо этого мы должны доверять, что у нашего Отца Небесного есть нечто большее для нас. Иисус задает риторический вопрос. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Он говорит о том, что мы созданы для большего. Мы созданы для большего, чем следующего приема пищи или новой одежды. Но если мы будем зациклены на этом и сделаем это главной целью наших усилий, то упустим суть. Бог создал нас для большего. Но Иисус знает, что мы часто переживаем. Мы переживаем о том, как все есть или как может быть, о том, что случилось или что может случиться. Мы переживаем о будущем и о том, как наше прошлое может догнать. И все это портит настоящее. Итак, Иисус говорит о наших тревогах. Он приводит два примера, чтобы показать нам, что мы не должны тревожиться. Бог уверяет нас, что мы можем отпустить наши тревоги. Первый пример — птицы небесные. Это привычная картина для нас. Мы видим птиц практически ежедневно. Я вижу на краю леса и люблю, когда птицы прилетают ко мне. Время от времени мы можем увидеть сову с большими глазами, которая тихо всматривается во тьму. Но я нечасто задумываюсь о том, как они заботятся о себе. Птицы летают вокруг. Они находят пищу, находят убежище, но о них заботится только лишь наш Отец Небесный. Иисус напоминает нам, что хоть они и не работают, не переживают по поводу своего следующего приема пищи, Бог обеспечивает их. А в конце 26 стиха он спрашивает, «Не ценнее ли мы птиц?» На этот вопрос хочется дать утвердительное «да». Мы ценнее птиц. В нашей сущности запечатлен образ Божий. Мы были созданы, чтобы отражать Бога Вселенной, нашего Отца. Если Бог заботится о птицах, то позаботится и о нас. Иаков, брат Иисуса, говорит так, «Всякое даяние доброе и всякий дар, совершенный, нисходит свыше от Отца, светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Важно, чтобы мы понимали перемены в отношениях через познание Отца. Иисус не просто так использует такой язык. Когда мы были отделены от Бога из-за наших грехов, жили в стрессе и тревогах, о завтрашнем дне, теперь мы стали детьми Божьими. Отец принял нас в семью. Он заботится о нас. Как это делает добрый Отец? Его любовь превосходит ту, что мы можем получить от наших земных отцов. Мои отношения с земным Отцом можно назвать хорошими. Бог благословил меня Отцом, который заботится о своей семье. Он обеспечивал и направлял на пути взросления. Мы с братьями принимали любовь Отца. Но я знаю, что так бывает не со всеми. Если у вас не было хороших отношений с Отцом, если вы переживали насилие, пренебрежение или вас бросили, я сожалею, так не должно быть. Но ваш Небесный Отец видит вас и любит вас. Его сердце сокрушается от той боли, которую вы пережили. Он хочет, чтобы вы знали, что Он всегда рядом, всегда готов принять вас, всегда готов обеспечить. Он больше моего, вашего, да и всех остальных отцов. Вот те отношения, в которых Он приглашает нас, когда мы приходим к Иисусу и идем за Ним. Конечно, вы ценнее птиц. Второй образ — полевые лилии. Он одевает траву, величие и красоту. Иисус говорит, что даже Соломон во всей своей славе не был одет так, как каждая из них. Изысканная красота лилии намного превосходит славу и величие даже самого богатого и титулованного царя в истории. Бог одел мир в красоту. Есть долины, которых мы не видели раньше. Они цветут лишь для того, чтобы принести славу Богу за дела Его рук. Хоть поля и одеты в красоту, Иисус напоминает о том, что цветы и трава временны. Они есть сегодня, а завтра их нет. Их бросят в печь в качестве топлива. У меня аллергия на лилии, поэтому я не против бросить их в огонь, даже если они и красивые. Но Иисус говорит о том, что Бог так сильно заботится о лилиях, и еще больше заботится о нас. Мы ценнее, чем птицы небесные или лилии полевые. Есть один интересный момент, который мы можем увидеть у Иакова. Это невероятная истина о том, что Бог заботится о нас, несмотря на то, что мы такие же временные, как поля и лилии. Иаков говорит, «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и переживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иисус с уверенностью говорит в 32 стихе, что наш Небесный Отец знает, что мы нуждаемся в еде, питье и одежде. Он недалекий, закрытый Бог, который не может обеспечить нас. Возможно, именно об этом вы должны вспомнить сегодня. Бог знает о вашей ситуации, хороший, плохой или средний. Бог знает, где вы. Он знает, что происходит вокруг вас, внутри вас. Он создал вас с любовью, чтобы быть любимыми. Он предлагает вам все, что нужно, чтобы выжить и даже процветать. Проблема в том, что нам тяжело доверять, тяжело отдать контроль. Кто позаботится о мне? Если не я. Бог говорит, что сделает это? Но как мне знать, что это так? Нам тяжело доверять людям в своей жизни. Наша жизнь настолько занята, что нам кажется, словно мы летим со скоростью 100 миль в час, и нам легче пытаться самим обеспечить себя. А если говорить честно, то обычно мы пытаемся получить больше, чем нам нужно. Мы хотим быть уверены в том, что будем накормлены, одеты, обогреты и счастливы. Как сказал пастор Рей на прошлой неделе, мы идем за мамоной, за теми вещами, которые, как мы считаем, обеспечат нам безопасность, деньги, имущество, владение. Когда мы пытаемся заполучить то, что считаем необходимым, наш уровень тревоги поднимается, потому что мы не знаем, удастся ли нам получить это. Так было от начала времен. Бог поместил Адама и Еву в сад. Он отдал им все необходимое для той жизни, ради которой они были созданы. У них была еда, общение и присутствие Отца, который ходил с ними в саду. Но когда дьявол предложил им съесть плод дерева, который Бог запретил им есть, он заставил их засомневаться в том, желает ли Бог лучшего для них. Они поддались искушению, считая, что они знают лучше Бога. И тогда страх стал нашей едой, стыд нашей одеждой, вина нашим приговорам. Смерть и беспорядок стали нормой. Но это не то, ради чего нас создал Бог. Выбрав свой путь тревоги вместо повиновения Слову Божьему, мы провозгласили, что Бог не желает для нас лучшего, что Он не знает, что на самом деле хорошо, что Он плохой Отец, что мы можем сами лучше позаботиться о себе. Мы заявили о том, что будем держаться за силу и полагаться на себя, а не на того, кто любит нас и создал нас. В итоге мы навлекли на себя боль, страдания, потери, ненависть, страх. У нас не было тревог до того, как грех вошел в мир. Теперь же тревожимся, потому что нам кажется, что только мы можем позаботиться о себе. И именно в такой мир Иисус пришел, чтобы показать нам, что только Бог может обеспечить нас тем, в чем мы нуждаемся. Он полагался на волю Отца в такой мере, что был готов пойти на крест, чтобы понести наши грехи и позволить нам стать детьми Божьими. Вот что сказал Петр, ученик Иисуса. «Будучи злословим, Он, Иисус, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведному». Иисус знал, что может доверять Своему Отцу Небесному. Так Иисус исполнял молитву «Отче наш», или как мы ее называем, молитву ученика. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». И мы получаем то же обетование, когда следуем за Иисусом. Бог уверяет нас, что мы можем держаться за Него. Он обещал нам это. Мы видим Его доброту и любовь в жизни, смерти и воскресенье Иисуса. Если нам нужны доказательства того, что Бог за нас, то достаточно посмотреть на Иисуса, узнать Его и увидеть проявление Божьей любви к нам. Царь Давид размышляет об этом в 138-м псалме. Он говорит, «Зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Наша тревога приводит нас к отчаянию. Мы пытаемся убежать от Бога, захватить контроль, когда у нас нет силы для этого. Иисус напоминает о том, что тревога никуда не приведет нас. Мы не изменим свои обстоятельства, если будем тревожиться. Мы можем представить себе различные сценарии и все равно находиться в том же месте, что и ранее. 27-й стих говорит, «Кто из вас может добавить час жизни с помощью тревоги?» Ответ – никто. Доверять Богу непросто, но Бог показал себя верным и способным. Он показывает нам в истории, что заботится о своих людях. Посмотрите на израильтян, блуждающих в пустыне. Они переживали о еде, а их одежда должна была продержаться 40 лет. Бог по своей благости сделал так, чтобы их сандалия и одежда не изнашивалась. Он давал им ману, хлеб с небес. Каждый день он питал свой народ, и это было несмотря на их непослушание. Они 40 лет блуждали по пустыне, потому что не верили, что Бог ведет их в землю, обетованную. Но Бог все равно обеспечивал их. Несмотря на это, некоторые израильтяне все равно не доверяли Богу. Они могли собирать манну лишь на один день, потому что на следующий день появлялась новая манна. И лишь по пятницам они могли собирать манны на два дня, потому что они должны были отдыхать в субботу. Но некоторые израильтяне не верили в то, что Бог обеспечит их и на следующий день. Но когда наступил следующий день, то манна, которую они собирали, испортилась, в ней завелись черви. Бог не обещал давать нам все, что мы захотим. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся, и мы должны полагаться на то, что он обеспечит. Он знает лучше, его пути лучше, его мысли выше. Когда мы полагаемся на него, то наша надежда не будет напрасной. Означает ли это, что мы не должны переживать о том, что происходит вокруг? Нет. Это не то, о чем говорит Иисус. Мы знаем, что Иисус сталкивался с тревогой, живя на земле. Когда умер друг Иисуса, Лазарь, Иисус прослезился. Когда он думал о предательстве Иуды, он был встревожен. Так в чем же разница? Почему Иисус был встревожен, но говорил своим ученикам, чтобы они не тревожились? Мы должны вспомнить эту часть Нагорной проповеди. Это тревога, связанная с земными делами. Еда, одежда, нужды. Иисус не говорит, что мы не можем не переживать по поводу тех обстоятельств, в которых мы оказываемся. Болезнь, смерть, боль от близкого человека, люди без Бога. Это те вещи, которые должны тревожить нас. Но Иисус напоминает нам, что наши переживания и проблемы должны приводить нас к верному Богу, которому мы поклоняемся. Бог силен и верен, Он доказал это. Он заботится о птицах, цветах, и тем более Он заботится о вас. Поэтому имейте веру. Бог показывает, что мы можем доверять Ему. Полагайтесь на силу Бога, а не на свою силу. Когда мы отводим свой взгляд от Иисуса и фокусируемся на обстоятельствах этой жизни, то впадаем в отчаяние. Мы будем как Петр, который шел по воде с Иисусом, но начал тонуть, когда отвел глаза от Господа. Мы не можем фокусироваться на себе. Как поется, когда мы фокусируемся на Иисусе, когда смотрим на Его прекрасное лицо, то земные дела меркнут в свете Его славы и благодати. И если сегодня у вас есть проблемы с тревогами, приступами, паники, я хочу спросить вас, куда вы смотрите? Я не хочу пристыдить вас. Я хочу указать вам на то, кто может освободить вас от тревожных мыслей. Я хочу предложить лишь Иисуса, потому что Иисус это больше, чем то, в чем мы нуждаемся. Если вы надеетесь услышать три шага для того, чтобы перестать тревожиться, вы не найдете их. Это все равно будет попыткой взять ситуацию под контроль, приложить свою руку к исцелению. Мы должны прийти к Богу такими, как есть, позволив Ему взять контроль. это единственный путь к тому, чтобы перестать тревожиться и принять доброту и любовь нашего Отца. Бог отдал Себя нам. Он присоединил нас к семье Церкви. Он наполнил нас Духом. Нет силы, которая превзошла бы силу нашего Небесного Отца. В 33 стихе Иисус говорит, «Ищите же прежде Царства Божьи и правды Его». И это все приложится вам. Когда мы отводим взгляд от себя и фокусируемся на Иисусе, меняются и наши приоритеты. Мы можем искать Божьего Царства, и поступая так, мы переживаем прекрасный путь, ради которого были созданы. И тогда мы можем сказать вместе с Павлом, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда мы подчиняемся Иисусу, то отдаем наши тревоги, потому что полагаемся на того, кто больше нас. Мы нашли того, кто может обеспечить все наши нужды. Когда мы ощущаем, как тревога нас поднимает или жар начинает бежать по телу, мы не поддаемся тревоге. Вместо этого мы признаем, что нуждаемся в Божьей благодати в своей жизни и возвращаемся к Иисусу. А когда мы поддаемся тревоге, мы можем вернуться к Нему и исповедоваться в своих сомнениях, в своем желании контролировать все и обновиться в Его Слове. Божье обетование не для совершенных людей, а не для людей, которых Он делает совершенными. Милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Мы не знаем, что принесет завтрашний день. Бильбо не мог представить себе те невероятные приключения, в которые он вскоре отправится с Гэндальфом. опасность проблемы бои, радостная компания, захватывающие пейзажи. В жизни полно взлетов и падений, но наш Отец держит завтрашний день в своих руках, поэтому не переживайте о завтрашнем дне, потому что завтрашний день сам позаботится о себе. Достаточно тревог для одного дня. Вскоре завтрашний день станет сегодняшним, но Бог будет верен завтра так же, как и всегда. На пути к завтрашнему дню вы будете доверять своему Отцу, отпуская себя и полагаясь на Него. Верите ли вы в то, что Он желает лучшего для вас, несмотря ни на что? Он несет жизнь и предлагает нам участие в ней. Иисус призывает нас отдать себя и следовать за Ним. Ваши тревоги могут казаться невероятными, страх неконтролируемым. Я призываю вас обратить свой взгляд на Иисуса. В сомнениях Он тот твердое основание, на которое мы можем положиться. Он единственный, кто может привести вас через буря житейские. Если вы хотите получить Его прощение и полноту жизни, то можете помолиться со мной. Сама молитва не спасает вас, но она выражает словами ваше желание следовать за Иисусом. Итак, молитесь со мной. Дорогой Бог, спасибо, что услышал меня сегодня. Я признаю, что не могу жить сам. Я осознаю, что пытался делать все по-своему и убегал от Тебя. Сегодня я прошу, чтобы Ты простил меня за то, что я убегал. Спасибо, что пригласил меня в свою семью, став моим отцом и дав мне путь принять Тебя через Иисуса. Я молюсь, чтобы Ты дал мне Духа Святого, чтобы я мог узнать любовь и мир моего небесного Отца. Я молюсь, чтобы каждый день, пока я не встречусь с Тобой, я становился все более похожим на Иисуса. Я молюсь во имя Твое. Аминь. Если вы решили следовать за Иисусом сегодня, свяжитесь с другим верующим. Вы не были созданы, чтобы жить в одиночестве. Мы будем рады пообщаться с вами. Если у вас есть друг христианин, то уверен, он с радостью поможет вам в новой жизни. Если вы не уверены в том, чтобы следовать за Иисусом, то я советую посмотреть на свою жизнь и понять, почему. Бог протягивает руку ко всем нам, знаем мы об этом или нет. Он может показать нам, как сильно мы нуждаемся в Нем, как хорошо находиться в руках Отца Небесного. А если вы уже следуете за Иисусом, то я молюсь, чтобы вы повиновались Ему. Пусть наша тревога направляет нас к Иисусу. Пусть любовь, которую Он дал нам, побудит нас нести любовь в нашей общине, предлагая тот мир, что мы приняли. Давайте молиться. Господь Иисус, спасибо за ту любовь, что Ты открыл нам. Спасибо, что Ты пришел на землю и показал нам, как выглядят отношения с Небесным Отцом. Через крест и воскресение Ты победил смерть, чтобы мы больше не боялись ничего. Твоя совершенная любовь изгоняет страх. Я молюсь о том, чтобы в общине, на работе, с друзьями и родными мы отражали ту любовь, которую приняли от Тебя, являя ее везде. Я молюсь о том, чтобы Ты освободил нас от тревог. Покажи нам, что Ты с нами. Напомни своей благости и верности. Я молюсь о том, чтобы на этой неделе мы все больше влюблялись в Тебя. Я молюсь об этом. Во имя Твое. Аминь. 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 Аминь.